Озвучено Яндекс Спич Кит. Что делать с изношенными купюрами? Налоговая дала рекомендации ФОПам с кассовыми аппаратами. В Украине для ФОПов предусмотрен порядок обращения с изношенными банкнотами, полученными от клиентов. Речь идет о тех, кто в частности использует в своей деятельности кассовые аппараты. Подробнее о том, что необходимо делать ФОПам с изношенными купюрами, в материале РБК Украина. Порядок действий. Согласно положениям о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине, после получения от клиентов в уплату за продукцию, товары, работы, услуги, изношенных банкнот-монет ФОПы, которые используют РОПРО обязаны. Не выдавать такие банкноты, монеты на сдачу. Сдать такие банкноты-монеты вместе с наличной выручкой наличными, в обслуживающие банки. В государственной налоговой службе отмечают, что такие предприниматели должны обеспечивать наличие в кассе банкнот, оборотной или разменной монеты для выдачи-сдачи. Но за исключением тех номиналов монет или банкнот, чеканка и выпуск в обращение которых, прекращено НБУ с учетом бонусных программ лояльности или наличия устройств для приема монет. Как ФОПы должны закруглять сумму покупки? Предприниматели в случае принятия НБУ решения о прекращении чеканки и выпуска в обращение определенных номиналов монет обязаны осуществлять округление общей суммы покупки в таком порядке. Сумма, заканчивающаяся от 1 до 4 копеек, округляется в сторону уменьшения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 0. Озвучено Яндекс Спич Кит Копеек Сумма, заканчивающаяся от 5 до 9 копеек, округляется в сторону увеличения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 0 копеек. Прием наличных или выдачи-сдачи, как операции отражаются в РОП ЭРО. ФОПы обязаны регистрировать через РОС использованием операции служебное внесение и служебную выдачу наличных с места проведения расчетов, если они напрямую не связаны с проведением расчетных операций. Не проводится через РОП выдачи наличных, не связано с проведением расчетов, если она осуществляется после выполнения Z-отчета до регистрации первой расчетной операции или до выполнения операции служебное внесение. То есть разменная монета, полученная из кассы предприятия, или которая хранится на месте проведения расчетов РОИ, или ПРО с предыдущего дня, должна проводиться через РОИ, или ПРО, с помощью формирования чека служебное внесение. А фактом подтверждения внесения суммы в РОИ или ПРО в качестве Разменной монеты является фискальный отчетный чек, Z-отчет, в котором отражается информация об операции служебное внесение. Напомним, правительство внесло изменения в условия работы ФОПов без применения регистраторов расчетных операций или программных РО. Добавим, Кабмин освободил предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю в сельской местности, от обязательного применения регистраторов расчетных операций.